С нами на связи Игорь Семиволос, директор Центра Ближневосточных Исследований. Игорь Николаевич, приветствуем вас в эфире телеканала Freedom. Да, здравствуйте, добрый вечер. Игорь Николаевич, я, конечно, возможно, задам пространственный вопрос, да, но исходя из того, что мы сейчас имеем, какими вам выдаются перспективы, ну, скажем так, хотя бы, знаете, в ближайшем каком-то обозримом будущем действительно выписать тот концепт, да, которыми могут пользоваться, которые возьмут на вооружение все заинтересованные страны в том, чтобы урегулировать эту ситуацию. Ну, вы знаете, есть старая добрая поговорка, как говорится, тот, кто платит, тот и заказывает музыку. И в этом плане заявка вот этих пяти стран на то, что они готовы вложить ресурсы на восстановление сектора газа и, соответственно, определить будущее, это как раз говорит в пользу этой поговорки. Другое дело в том, что, конечно же, Соединенные Штаты Америки, которые, вероятно, тоже рассчитывают участвовать в этом процессе, они будут так или иначе представлять интересы Израиля. Поэтому этот процесс будет непростым, он будет достаточно сложным, с учетом того, что, как мы понимаем, будущее региона, говоря словами Блинкина, будущее региона неразделенного, интегрированного, означает, что, как минимум, ключевые проблемы прошлого века, которые остались с наследства от Холодной войны, будут решены. А ключевой вопрос, это, конечно, палестинский вопрос. То есть вот здесь, как мы видим, меньше всего ясности и понимания, потому что звучат разные точки зрения, особенно если мы будем прислушиваться к израильским голосам. И, как мне кажется, они до конца еще не понимают и не представляют, в общем, как бы даже общего фрейма, общей картины того, каким бы они хотели видеть это будущее. Понятно, что одно из ключевых вопросов и заданий для Тель-Авива остается безопасность, и вокруг безопасности будут основные пляски. Но, кроме этого всего, конечно же, если взять за основу это предложение, понятно, что Израиль не в состоянии будет самостоятельно в таком случае принимать политические решения и вынужден будет считаться с другими странами, которые вкладывают ресурсы в этот регион и, соответственно, будут требовать уважительного отношения, в том числе, к политическим решениям, которые будут приниматься. Да, спасибо, что вы тут как раз особенно финальное предложение, как Израиль, да, будет реагировать. Но все же, если мы вернемся, ну, в продолжение, но вернемся к тому аспекту, который мы озвучили, да, за несколько секунд до общения с вами. Вот эти страны, Саудовская Аравия, Ордания, Катар, Эмираты и Турция, и их готовность, да, приступить к вопросу политического будущего, определения политического будущего, вопрос восстановления сектора газа, это в первую очередь, можем говорить, что это сигнал той же группировки Хамас, либо же они стоят? Ну, эти страны, ну, скажем, часть этих стран достаточно прохладно относятся к Хамасу, часть этих стран более, как бы, благожелательно, ну, там, как минимум, и Турция, и Катар достаточно лояльны, в недалеком прошлом относили к Хамасу. Но, в целом, здесь неважно, как относится та или другая сторона, страна к этому движению. Тут важна, в общем, общая концепция, потому что, насколько я понимаю, сама идея заключается в том, что эта помощь и вообще какие-то изменения могут происходить только после того, когда будет согласовано политическое решение. Потому что без политического решения вкладывать деньги в сектор газа, это значит вкладывать непонятно в кого и непонятно зачем. И, собственно, мне кажется, Блинкен это тоже прекрасно понимает. И поэтому сейчас давление на Израиль усиливается в плане two-state solution. Потому что израильтяне, насколько я сейчас могу судить, по всевозможным пропагандистским заявлениям или пропаганде израильской, они сейчас, конечно, крайне обеспокоены тем, что американцы достаточно серьезно давят на Израиль с необходимостью создания палестинского государства. Игорь Николаевич, смотрите, вы тут вначале хорошо сказали, да, в принципе, кто заказывает музыку, как бы и правит балл. А скажите, тут только в этом вопрос? Или есть политические моменты, которые стоит согласовать с теми, кто по-другому смотрит на в целом существование государства Израиль? Ну, если вы имеете в виду те государства, которые как бы отказывают Израилю праве на существование, то я думаю, что их позиция учитываться не будет. Мне кажется, что ключевая задача является принести мир в регион, и это означает, что позиции таких стран, как Сирия или Иран, ну, в настоящее время учитываться не будут. Если Сирия готова договариваться с Израилем, то здесь, конечно, есть тоже поле для маневра или Ливан тот же самый, но, как мне кажется, это будет крайне сложно с учетом того, что Израиль аннексировал голландские высоты. Ну да. А скажите, Игорь Николаевич, если мы говорим о этом процессе, понятное дело, что он, скорее всего, не будет быстрым, как, по-вашему, вот эта архитектура, обустройство, по сути, государство, она будет согласовываться с позициями международных, институций, сообществ, в частности, я имею в виду на уровне организации объединенных наций? Или вот если они скажут свое слово, то ООН ничего не останется, чем согласовывать эти процессы и как-то внедрять те решения, которые будут приняты на уровне вот этой, да, вот, ну, не коалиции, но объединения государств, которые выступают за, по словам Блинкина? Ну, если подпись будет американцу под этим планом, то без американской подписи вообще ничего, нет смысла вообще об этом говорить, и желательно подпись Израиля, я думаю, скорее нежелательно, а обязательно, то тогда вообще не будет проблем в организации объединенных наций, то есть все это пройдет чисто и гладко. Но достичь этого, конечно, сложно. Вот, но и, скорее всего, с этим правительством израильским крайне сложно это достичь. А тут мы, опять-таки, упираемся в сроки, да, либо время, вы абсолютно правы сказать, что, правильно сказали, что это для этого нужно время, а времени вот у американцев нет. И поэтому здесь тоже, ну, скажем честно, этот фактор, который нельзя не учитывать. И, как мне кажется, сейчас американцы более, если вот как бы палестинский вопрос, он фундаментальный, и он будет оставаться на повестке дня в течение длительного времени, то сейчас, конечно, американцы более озабочены проблемами, связанными с Южным Ливаном. Ну, мы уже неоднократно обсуждали, в том числе и у вас на канале, по вот этих сценариев, да, возможных развития событий. И, как вы видите, американцы солидарны со мной в том числе, что катастрофический сценарий вполне возможен. И тогда, конечно же, ситуация для американцев будет крайне сложная, потому что вступать в войну на последний год правления Байдена, рассчитывая, что Байден будет переизбран, это приведет к очень серьезным осложнениям внутри политической повестки дня Соединенных Штатов Америки. И это прекрасно знают и враги, это прекрасно знает Иран, это прекрасно знает Хизбалла, и поэтому они тоже на этом великолепно играют. И американцам крайне сложно сейчас маневрировать, но, тем не менее, они это пытаются сделать, как мы видим. Игорь Николаевич, а вы считаете, что с возможным приходом Трампа реально ситуация как-то изменится, или просто это будет иметь какой-то дестабилизирующий эффект? В целом, на способность государств договариваться. Но Трамп же что? Трамп же признавал Иерусалим столицей, да? Вот не Тель-Авив, а Иерусалим. Ну, как бы, вот его позиция. Да, он признал Иерусалим столицей. Вот, я вот так думаю, переносим посольство, делаем, как я считаю, нужным. Да, он признал Иерусалим столицей, и это, в общем, как бы нарушение резолюции и так далее. Но, ну, вот, понимаете, очень крайне сложно анализировать Трампа. Потому что, особенно, когда речь заходит о его внешнеполитических действиях. Поэтому я не берусь, я тут не... Я, как бы так, востоковед, а не психиатр. Игорь Николаевич, еще хотел бы уточнить, знаете, возможно, вот, интересно, какую роль в этой истории может иметь Российская Федерация. Да, вот, я понимаю, что, как бы, это не совсем, да, страна, которая непосредственно участвует в урегулировании, но имеет свои интересы, да, в той же Сирии присутствует. И Израиль, да, соглашает определенные позиции. Тот же Нетаньяху, да, был период, что вот не разговаривал, а потом, после 7 октября, все-таки, все-таки переговорил с Путиным. Да, понятное дело, что они обменяли своими мнениями. Мнения у них разные, но мы поняли. Но все-таки контакты присутствуют. Да, как вы считаете, вот, какую роль будет играть Россия, да, и с учетом также связи и Тегерана с Москвой, и Ирана, соответственно? Да, да, я бы не сказал, что Россия не участвует во всех этих процессах. Я бы сказал, что наоборот, она достаточно глубоко сидит в этих процессах. Начнем, наверное, с того, что ко-спонсорство в мирном процессе никто не отменял, и Россия там представляет, как бы, интересы, то есть полноценный участник. Ну, сам процесс, конечно, почил в Бозе, но, в общем-то, при определенных обстоятельствах с него можно стряхнуть пыли и представить людям. Это первое. Второе, значит, что важно в контексте союза с Ираном или альянсом с Ираном, это то, что, в общем, Россия активно взаимодействует с Ираном и согласовывает свою политику в Сирии. И, естественно, что сейчас Россия имеет несколько меньшее поле для маневра по Ирану. Раньше она была достаточно свободна в принятии решений, сейчас это менее очевидно. Но, тем не менее, она все равно может продавать Израилю свое обещание переговорить с Айаталой Хаминеи или там с Ибраимом Раисией, и вот, как бы, уладить ту или иную вопрос. Ну, еще момент, который, как бы, сейчас не особо на слуху, но, тем не менее, это важно. Сам факт того, что сейчас идет международный суд, ну, то есть рассматривается дело Южной Африки, иск Южной Африки в отношении Израиля об обвинении в геноциде, и Израиль подписал эту конвенцию. Он не может просто махнуть рукой и сказать, что он не будет участвовать и не будет принимать во внимание решение этого суда. Поэтому Израиль, в свою очередь, проназначил судью на, собственно, уже непосредственно судебное разбирательство. А важное, что там разные страны представлены в этом судейском складе, в том числе и Россия. И, вероятно, израильтянам было бы интересно прозондировать почву у Путина, как будет голосовать тот или иной судья. Мы прекрасно понимаем, конечно, что правосудие у нас независимое, но обычно судья той или иной страны голосует так, как ему скажет руководство. По крайней мере, в тоталитарном государстве. Поэтому здесь есть, конечно, моменты, которые заставляют израильтян придерживать коней достаточно серьезно в отношениях с Россией и не сжигать мосты. Ну, собственно, они этого никогда и не делали. Игорь, хочу вас спросить. Все-таки понятно, что действия Израиля в Газе, они имеют все-таки какую-то ключевую цель. Изначально, я помню, цахал, что озвучивали силы обороны Израиля. Это уничтожение группировки Хамас. Ну вот сейчас Израиль озвучивает то, что готовы идти дальше, к следующему этапу операции по уничтожению тех же боевиков Хамас в секторе Газа. И вот тот же министр обороны Израиля, Юав Галланд, тоже это подтверждает. И добавлю единое, что цахал завершил демонтаж военной структуры Хамас на севере сектора Газа. В центральной и южной частях Газа продолжаются интенсивные бои. Цель, понятно, да, это уничтожение Хамаса. Об этом говорил Израиль, об этом говорил Нитанягов и так далее. Но понятно ли, можем ли мы сейчас видеть прямое понимание Израиля, как далее. Ну вот уничтожили группировку Хамас. Я, насколько реалистично понимаю, всю ее уничтожить не получится до конца. Хотя, возможно, и получится, не знаю. Но вот далее, понятны ли цели Израиля? Ну, конечно, это проблема, уничтожить Хамас. То есть, как бы, можно уничтожить лидеров, можно уничтожить инфраструктуру. Но крайне сложно уничтожить проблему, которую порождает Хамас. Точнее, по причине, которой родился Хамас. И не будет Хамаса, будет Мамас. Будет еще какая-то структура, которая будет преследовать приблизительно такие же цели. Потому что есть ниша, есть запрос и есть, главное, обстоятельства, в которых это все происходит. То есть, нерешенность проблемы порождает насилие, насилие порождает насилие и так далее по кругу до бесконечности. И в этом ключевая проблема. Поэтому, конечно же, вот эта цель, она выглядит несколько утопичной, без решения ключевого вопроса про окончание оккупации палестинских земель. И в первую очередь, конечно, западный берег реки Иордан. Потому что нельзя отрывать сектор газа и западный берег реки Иордан друг от друга. Это территория Палестины и, соответственно, это такие соединяющиеся сосуды. Что видит Израиль? Ну, есть последняя инициатива, которую можно как бы признать, что она приближается к реализму. То есть, она далеко еще не очень реалистична. Но, по крайней мере, сейчас израильские политики прекратили рассказывать истории о том, что они уничтожат весь сектор газа, выгонят всех палестинцев, заселят его израильтянами и тому подобное. Как это любили делать Смотрич и Бенгвир. Сейчас им закрыли рот. И, собственно, правительство выдало на гора вот эти четыре пункта, которые более-менее реалистично смотрят на вещи. То есть, управление останется палестинским. Некий вопрос безопасности там будет израильский. Израиль будет контролировать Рафах и так далее. То есть, там есть определенные моменты, которые, по мнению Израиля, обезопасят их от последующих нападений. Это то, что сейчас это наиболее реалистичная позиция, которая есть на рынке, условно говоря, политологическом, политическом рынке на Ближнем Востоке. Но и она нуждается, скорее всего, в дополнениях, обсуждениях и коррекциях. Потому что, скажем, в этой позиции нет ничего сказано о западном береге, о прессинском государстве и тому подобное. Так что, в целом, американцы как раз настаивают на том, чтобы израильтяне более реалистично смотрели на вещи. И если действительно они беспокоены безопасностью, то вопрос, это нужно решать комплексно, в том числе с безопасностью для палестинцев. То есть, и тут очень важно достоинство, понимаете. Ведь унижение другой стороны и его физический контроль над другой стороной, оно порождает только насилие. Оно не порождает мир, демократию и безопасность. — Игорь Николаевич, и напоследок, знаете, вот, если мы говорим о определенных позициях, которые есть у Израиля, которые есть у Соединенных Штатах Америки. И вот The Times of Israel, ссылаясь на местное издание, сообщает, что встреча, которая была между Блинкиным и Бенемином Натаньяху, она прошла в очень-таки напряженной обстановке. — Отмечается, что канцелярия премьер-министра не обнародовала итогов встреч, как обычно делается, но на пресс-конференцию вышел только сам Блинкин. Да, главная проблема, которая сейчас стоит в отношениях, да, и в том, как должен закончиться вот этот, ну, конфликт, по крайней мере, горячая фаза противостояния Хамаса и Цахала, соответственно. Да, в чем она для Соединенных Штатов Америки и для Израиля? Что им еще? Не то чтобы главнее всего, главная проблема, которую им нужно решить, или какой главный вопрос им нужно согласовать? — Вы знаете, там стороны сходятся по пункту, что Хамас не должен остаться при власти. Это очевидно. Тут и Соединенные Штаты Америки, и Израиль солидарны. С этим, кстати, солидарны достаточно большое количество арабских государств, потому что, как я уже говорил, далеко не все арабские государства в восторге от исламистского движения. Сопротивления. А исламское движение Сопротивления. Но дальше позиции расходятся. И, как вы понимаете, американцы настаивают на палестинском государстве. В палестинском государстве израильтяне по состоянию на сейчас категорически против. Есть еще. Дело в том, что, может быть, сам Натаньягу в другие политические времена, при других обстоятельствах, хотя как бы трудно себе представить. Мы помним его при других обстоятельствах и политических временах. Он всегда занимал такую позицию. Он бы, может быть, в этих условиях несколько маневрировал. То есть находил бы какие-то аргументы, которые оставляли надежду американцам на то, что Вашингтон может его додавить. Но сейчас у Натаньягу ситуация, когда он не может на самом деле делать такие заявления, потому что ему в спину дышат Смотрич и Бенгвир. Если что, они просто уйдут с кабинета. Коалиция развалится. И Смотрич и Бенгвир начнут серьезную кампанию под флагами спасения Отечества и так далее. А Натаньягу окажется у разбитого корыта, потому что навряд ли он будет переизбран. Более того, после окончания срока, оказавшись в этой ситуации, он попадет в очень серьезные юридические обстоятельства. Что может привести его даже к тюрьме. В Израиле это не исключение бывшей премьер-министры, президенты и так далее. Поэтому он в этом плане, конечно же, не может выйти из Блинкина на пресс-конференцию и сказать, что да, вы знаете, мы там пытались согласовать. Даже слово «палестинское государство», если он заявит, это будет окончательный приговор со стороны ультраправых его правительства. Игорь Николаевич, хорошее такое примечание. К сожалению, вынуждены заканчивать. Но я думаю, что у нас будут еще темы и вопросы, которые с удовольствием с вами обсудим в прямом эфире телеканала Freedom. Спасибо за разговор, за ваш анализ. Игорь Семиволос, директор Центра Ближневосточных Исследований, был с нами на связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного.